Через несколько дней вся страна будет отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. От мегаполисов до самых маленьких деревень. Наша съемочная группа побывала в Черечкосинском сельском поселении Цивильского района, где практически в каждом доме есть свои герои. Он иногда путает имена своих 36 внуков и правнуков, но зато до сих пор помнят всех своих фронтовых командиров, как шли в атаку и падали замертво перед ним его друзья. Война застала Василия Капитонова в авиационной части на западной границе. Когда немецкие самолеты прилетали на аэродром, бомбить, вот туда было страшно. Все гремело, горело, земля дожала. Жутко было. Он стал свидетелем того, что называют одной из самых крупных катастроф войны окружения советских войск под Киевом или Киевского котла 1941 года. Не осталось не только снарядов или горючего. Было попросту нечего есть. Только вышли ночью. Ночью идешь, встречаешь, капуста растет. Ой, это радость. Капуста резали и капуста дели. И что это? Пшеницы варили котелка. Ну, без соли, что это, понимаешь? В 1945 году он, один из немногих жителей деревни Нюрши, вернулся домой с медалями за отвагу, за взятие Вены и Будапешта и Орденом Отечественной войны второй степени. В соседней деревне Анишхири живых свидетелей страшных событий 40-х уже не осталось. Но и здесь помнят своих героев. В начале войны в деревне стояли всего 36 домов, а на фронт проводили 34 человека. Чтобы память жила в сердцах потомков, в этом году жители на собственные средства установили памятник. 9 мая они встретят здесь все вместе.